Возвращение после простоя. Акционерное общество ЗИК-100 снова включилось в работу. Сегодня портфель заказов предприятия составляет порядка 15,5 млрд тенге. В скором времени эта сумма может стать еще больше, как и штат сотрудников. Сейчас завод ищет несколько сотен квалифицированных специалистов. О восстановлении после кризиса и желании развиваться наш следующий материал. Это цех по ремонту и формированию колесных пар. После нескольких лет эксплуатации под тяжестью в 24,5 тонны столько весит грузовой вагон с платформой и всеми комплектующими к нему. Колеса стачиваются и приходят в негодность. Здесь специалисты завода ЗИК-100 после производственного цикла, который состоит из таких этапов, как демонтаж, распрессовка, запрессовка. И это только часть процесса отдают им вторую жизнь. Мы занимаемся ремонтом колесных пар. Где-то проектная мощность у нас 600 колесных пар в месяц. В смене работает 20 человек. Ну, это, скажем так, чтобы выйти на 600 колесных пар, это дефицит где-то в смене 10 человек. Надо 30 человек в смену, 2 смены по 60 человек. На сегодняшний день работает 2 смены, общая численность 40 человек. В другом цехе сейчас вот у нас производство идет платформ новых. Сейчас там на сегодняшний день работает 20 человек. 200 квалифицированных специалистов. Столько заводу ЗИК-100 нужно, чтобы вернуть себе былую мощь и силу. В середине мая 2019, когда завод ушел в ноли за нерентабельность подписанных контрактов, от нее, казалось, не осталось и следа, как и от зарплат. Тогда сумма задолженности перед работниками предприятия составила 95 миллионов тенге. Это непростое для ЗИК-100 время очень хорошо помнит Марат Жанабаев. По заводе он трудится больше 10 лет, половину из которых в должности дефектоскописта. Когда был простой, нам выплачивали 50%, которые имеются по нашему окладу. Сейчас зарплаты у нас получатся каждый месяц. Получаем в зависимости от того, сколько часов, в зависимости от окладов и в зависимости от объема работ, которые выполняют. Выполняют и снова возвращают доверие сотрудников. Все долги перед ними погашены. А вместе с этим авторитет и стабильность, но главное качество, за которое ЗИК-100 всегда ценили и выбирали деловые партнеры. В общей сложности порядка 15-15,5 миллиардов тенге у нас в портфеле заказов есть. Но мы тоже на этом не останавливаемся. Нам нужна стабильность. Мы активно работаем с национальной компанией «Темиржавы» по заключению следующих договоров. Обещают нам заключиться с нами на 2000 платформ КТЖ-экспресс. Сейчас завод выполняет такой же, но чуть менее масштабный по количеству заказ для другой казахстанской компании. Параллельно ЗИК-100 находятся в поиске новых кадров. Им в нынешних условиях они готовы предложить все необходимые средства защиты, чтобы они могли трудиться безопасно. Обеспечат развоз. Каждый день на ЗИК-100 привозят, а затем отвозят домой около 90 сотрудников. Немаловажный вопрос для любого потенциального специалиста – размер заработной платы. Средняя заработная плата у нас в основных рабочих в пределах 120-125 тысяч тенге. Помимо этого мы сейчас рассматриваем повышение заработной платы, порядка 17-15% повышения. Помимо того, что если они будут выполнять плановые задания, к ним еще прибавляться будет порядка 25% премиальных. То есть зарплата будет достойная. Дарья Пашмынцева, Вадим Питков. Новости МТРК.